Давайте! Раз, два, три! Утро в детсаду номер три началось по свистку. Малыши укращают воздух. Свистят, выдувают мыльные пузыри в рамках коррекционного занятия. Благодаря его веселым упражнениям за два года Саша Володин научился говорить. Раньше мальчику не давались даже звуки. Теперь он читает стихи. И во все осваивает азы геометрии. Кого делаешь? Ёжика. Ёжика? А какие тебе для этого фигуры нужны? А вал. А еще? Полук, полукруг. Общеобразовательные занятия педагоги проводят чаще, чем коррекционные, чтобы не перегружать ребят. Разнятся на них и методы преподавания. Больше отличий нет. И те, и другие позволяют сформировать навыки и умения. Занятия по опытной экспериментальной деятельности, которые проводятся в нашей группе, дети их очень любят. Почему? Потому что это всегда очень интересно. Работа с материалом, проведение опытов. Почему мы проводим эти занятия? Потому что они развивают мышление, логику, ну и, конечно, речь. При этом ребята в буквальном смысле играют, даже если учатся писать и читать. Такую форму преподавания установили федеральные власти. Занятия и игра это связаны воедино. ФГО у нас говорит о том, что дети развиваются повсюду. Сейчас, если вы спросите ребенка, чем вы занимались и какое занятие, у нас нет слова занятия. У нас есть слово игра. Через игру ребенок получает все необходимые знания об окружающем мире. И с этим своим багажом поступает в школу. Такие полезные игры бесплатны всегда и для всех. Полный перечень того, чему учат педагоги, можно узнать в любом из детсадов. К слову, тот, что под номером 3, в этом году выпустил почти 250 ребят. То 25 из них с нарушениями речи и зрения. Все на общих основаниях учатся в школах. Наталья Бернацкая, Любовь Чуприна, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».